Хей! Приветствую вас, господа! Помните 90-е? То восхитительное время, когда выходили интересные, инновационные игры, не державшие игрока за полудурка, и крупные игровые издатели не были настолько тупыми дегенератами, мечтающими превратить ваши любимые игры в амбицильные казино. Это было чудесное время для креативных идей и рассвета 3D-игр. Казалось бы, что дальше? А дальше, благодаря труду и креативу молодой команды разработчиков Team Silent, под покровительством тогда еще не скатившейся в кучу дерьма компании Konami, родилась чудесная франшиза, которую постоянно будут ставить противовес кэпкомовской Resident Evil как ее вечного конкурента. Речь, разумеется, о легендарной игре, вышедшей для оригинальной PlayStation под названием Silent Hill. Silent Hill значительно выделялся на фоне Resident Evil по многим параметрам, однако их несколько некорректно сравнивать. Если Resident Evil пугал игрока благодаря чувству клаустрофобии и первобытного страха быть съеденным заживо, то Silent Hill по полной играл с воображением, давя на вас гнетущей атмосферой и общей сюрреалистичностью происходящего, заставляя вновь как в детстве всматриваться в темноту, высматривая нечто, темное и зловещее. Завязка истории была довольно интригующей. Главный герой и писатель Гэри Мэйсон едет вместе со своей приемной дочкой Шерил на отдых в небольшой американский городок Silent Hill. Но на пути к городу Гэри попадает в аварию и позже, прийдя в себя, осознает, что его дочка пропала, а сам он оказался в пустом городе, где царствует беспросветный туман и снег не по сезону. Еще до моего знакомства с игрой Silent Hill уже оказался мне, уже тогда, чем-то особенным. Я помню в детстве, когда впервые увидев болванку с абсолютно ничего не говорящей об игре обложкой, уже тогда был заинтересован, ибо мой полудурашный мозг ожидал увидеть на экране телевизора какой-то квест наподобие игры Дракула с той же PlayStation. Разработка игры началась в далеком 96-м году компанией Team Silent, параллельно с разработкой Konami первого Metal Gear Solid'а. В последующие три года игре предстояло пройти множество изменений производственного характера перед релизом и уклон в более сюжетно-ориентированную игру, являясь этаким антиподом общему сеттингу Resident Evil с его структурой фильмов ужасов категории B. В конечном счете, игнорируя все ограничения со стороны жадных ниндзи и с руководства Konami, Team Silent сделали игру, опираясь прежде всего на страх человека перед неизвестным, чтобы игра могла апеллировать к эмоциям игрока, заигрывая с трендами жанра, но пытаясь при этом создать нечто особенное, по-настоящему уникальное. В отличие от трилогии Resident Evil'а и Alone in the Dark, где ввиду низких ресурсов PlayStation игра была выполнена на двухмерных задниках, поверх которых бегали уже 3D-модельки, Silent Hill был полностью сделан в 3D. В игре присутствовал Туман, который прятал большинство трехмерного окружения, снижая нагрузку на производительность PlayStation, давая возможность по-человечески играть в игру без чудовищных лагов. В результате разработчики убили сразу двух зайцев, решив проблему с производительностью и добавив в сюжет, уже вставший знаковым для франшизы Туман, который добавлял игре шарма и таинственности. Который изначально, кстати, задумывался как омашк известной повести Стивена Кинга Туман. Таким образом, то, что изначально являлось техническим ограничением, в конечном счете органично вписалось в общую концепцию игры, усиливая у игрока чувство тревоги. Отдельно хочется отметить вклад одного из важнейших разработчиков Team Silent, а именно Такаёши Сато, который имел весьма напряженные отношения с начальством и с Konami. Сато был ответственным за дизайн персонажей и CGI-ролики в игре. Изначально Konami не доверяли ему работу над 3D-моделированием игры, опираясь на то, что на тот момент он был еще молодым и неопытным сотрудником. В результате недопониманий с боссами Konami, Сато вызвался в одиночку создавать все CGI-ролики для игры. Согласно воспоминаниям Сато и других ребят из Team Silent, он практически жил в их офисе и каждый день после ухода других сотрудников по домам трудился над видеороликами в течение последующих двух лет. Просто сам факт того, что все эти CGI-ролики были результатом работ одного единственного человека, просто невероятно. Стоит упомянуть также Масахира Ито, дизайнера окружения первого Silent Hill'а, который в процессе разработал дизайн всех монстров. Каждый монстр в игре символизировал определенный страх, а именно детские страхи Олеса Гелеспи, одного из важнейших персонажей игры, чья боль и страдания являются ключом к пониманию того, что произошло в Silent Hill'е. Сложно не отметить огромное влияние на Silent Hill фильма «Лестница Иакова», а также творчество Дэвида Линча и Стивена Кинга. В последнем игра буквально пропитана, начиная от банальных пасхалок, например, к главной улице города, названной Бахман-стрит. Ричард Бахман был одним из известнейших псевдонимов Стивена Кинга. Или же тем, что главный герой по профессии сам писатель. И заканчивая элементами сюжета, которые всем своим видом отсылают нас к той же Кинговской Кэрри или Линчевскому Твин Пиксу. От Дэвида Линча Silent Hill'у уже достались имена некоторых персонажей, например, дочку главгероя зовут Шерил, отсылая к актрисе Шерил Ли, которая исполнила роль Лоры Палмер в культовом сериале Дэвида Линча Твин Пикс. Я считаю, что данная игра имеет один из лучших прологов в играх жанра ужасов, поскольку он умудряется одновременно выполнить несколько вещей сразу. Задать игре тон, заинтриговать игрока и внедрить в игрока чувство тревоги, и как следствие испугать. Гэри видит призрачный силуэт своей дочки в непроглядном тумане, сворачивает в узкую аллею, сопровождаемую очень красивым пролетом операторской камеры, которые в качестве омажа повторили и в самом фильме по Silent Hill. И внезапно весь мир начинает темнеть. Игрок идет дальше, наблюдая, как окружающий мир странным образом изменился, и затем постепенно приходит осознание того, что тут определенно что-то не так. На Гарри нападают стрёмно выглядящие школьники с ножами и убивают игрока буквально в самом начале игры. И что самое смешное, если вы попытаетесь побежать обратно по аллее, то вы обнаружите то, что проход буквально исчез, и смерть Гэри неотвратима. Гэри приходит в себя в местном кафе в обществе офицера полиции Сибил Беннет, которая приехала в Silent Hill в связи с потерей всех связей с городом, и которая также в недоумении от всего, как и наш главный герой. Гэри после разговора с Сибил вновь передается под наш контроль, и так начинается путешествие игрока в легендарном Туманном Городе. Затрагивая Silent Hill с геймплейной перспективы, то нельзя не отметить его главных различий с тем же Резидентом. Если инвентарь в оригинальной трилогии Резидентов был ограничен на заданное количество слотов, то в Silent Hill игроку представлялся полностью неограниченный инвентарь, в который вы могли запихивать что угодно по ходу игры. Управление персонажем хоть и казалось тем же танковым, как и в Fear Effect, Resident или Dino Crisis, но уже на первых порах можно было заметить значительное отличие. В игре была гибридная камера третьего лица, с переключениями на фиксированные ракурсы, когда игрок заходил в те же помещения. Плюс ко всему, у игрока помимо стандартного варианта управлять персонажем, была возможность стрейфить влево и вправо. Честно говоря, как по мне, это была самая бесполезная вещь в игре, после ножа, конечно. Поскольку на практике Гарри делает шаги ужасно заторможенно, что ставит под сомнение их практическое применение против быстрых противников, тех же собак, например. Забавно еще то, что находясь на открытой местности, бегая по туманным улицам Сайленд Хилла, игроку абсолютно не обязательно убивать каждого противника. Их можно и нужно просто избегать и просто бежать, не обращая на них внимания, экономя благодаря этому массу патронов. Большинство механик игры нацелены на то, чтобы усиливать дискомфорт игрока, взять к примеру то же освещение. На протяжении всей игры, исключая только самое начало, единственным источником света для игрока будет обычный карманный фонарик, который Гарри получает в кафе еще в самом начале игры. Учитывая то, что большую часть всего прохождения игрок будет путешествовать по туманным и абсолютно мрачным и беспросветным локациям, фонарик становится неотъемлемой частью игрового процесса. Это становится еще более атмосферным с момента осознания того, что фонарик это единственный источник света во всем игровом мире. На протяжении всех блужданий по альтернативной, кроваворжавой версии города, фонарик это ваш единственный источник света. И стоит только включить его буквально на минуту, чтобы пришло понимание того, что все эти чудовища бродят где-то там в абсолютной темноте. Забавный факт, с выключенным светом игрок не может открывать карту без нужного освещения. Вдобавок к этому, с выключенным фонарем монстры могут не замечать Гарри, и они вполне могут проигнорировать вас, только если конечно вы не подойдете к ним на расстояние вытянутой руки. Помимо фонарика вы также в самом начале игры находите миниатюрное радио. Которое, как вы потом быстро узнаете, реагирует на приближение монстров. Можно сначала подумать, что это значительно облегчит игроку задачу и будет вредить чувству саспенса в игре. Но на деле все обстоит абсолютно иначе. Когда вы начинаете слышать этот нарастающий звук белого шума, игрок не имеет ни малейшего представления, где находятся монстры и сколько их. Этот вечно гудящий шум радио помогает постоянно держать игрока в тонусе, когда ты не знаешь наверняка где новая угроза. При этом на протяжении всей игры мы следуем весь город, решая по пути всевозможные пазлы, сталкиваемся с закадычными персонажами и сражаемся при необходимости с чудовищными порождения кошмара, которым стал весь Сайленд Хилл. Локации, такие как школа или больница алхимила, это чистый пример того, как эта игра с помощью саунд-дизайна и освещения могут заставить человека ощутить ужасный дискомфорт даже сейчас, в 2019 году. Я до сих пор вспоминаю, как в детстве меня пугало блуждание по медвической школе. Эти тихие пустые коридоры и постоянное напряжение благодаря саундтреку композитора игры Акира Ямаоко произвели на меня тогда сильное впечатление. Не говоря уже о том, как я впервые напнулся на монстров, похожих по силуэту на призрачных детей, абсолютно апатичных и безвредных для игрока, но издававшие звуки, которые услышав в полумраке в тишине, можно было отложить кирпичный завод. Помню, как я однажды просто сидел в медпункте на первом этаже школы около часа, возле точки сохранения, и просто боялся выйти из этой комнаты. Не говоря уже о знаменитом пазле с пианино на втором этаже школы, который многие в свое время в шутку любили называть непроходимым. Поскольку нормальной русской локализации тогда не существовало, и подсказку с клавишами на стене было просто невозможно нормально разобрать, из-за тарабарщины в тех старых локализациях. Затрагивая саундтрек, то нельзя не упомянуть восхитительную музыку, написанную Акирой Ямаоко. Его музыка стала неотъемлемой частью всей серии, создавая непередаваемую атмосферу и задавая каждой части серии свой уникальный тон. В первом Silent Hill его саундтрек вместе с довольно доставляющей и порой лолзовой оригинальной озвучкой состоют по-настоящему линчевскую атмосферу. Что-то в самой комбинации этих музыкальных тем, вкупе с этими неловкими паузами между фразами персонажей, создают игре удивительную атмосферу, релаксирующей нереальности происходящего. Словно то, что мы видим на экране в фильмах Дэвида Линча, как например в том же Малхолланд Трайве или Внутренней Империи. Это очаровывающее ощущение иллюзорности, словно все происходящее является не более чем сном, иллюзией, воспаленного воображения Гэри Мэйсона. Саунд-дизайн можно хвалить сколько угодно. Это в какие-то моменты даже становится сложно воспринимать как музыку, а скорее как бьющую вам буха симфонию ужасных звуков, которые прямо нацелены на то, чтобы вызвать у игрока панику. Учитывая то, что для некоторых саундтреков буквально был использован звук стоматологической дрели. Вот, послушайте тему финального босса, которая буквально называется «Май Хэвен, Мой Рай». В этом я считаю одна из сильных сторон Сайленд Хилла, в его свободе интерпретации. Ведь на протяжении всего нашего путешествия по туманному городу, мы, как и сам главный герой, все больше начинаем пытаться осмыслить, понять, рационализировать происходящее. Медленно срывая с игры слои, порой неочевидного символизма, реально ли все это, галлюцинация, или же все это лишь сон воспаленного разума, как сам в определенный момент предполагает главный герой. Лейтмотивом каждого из Сайленд Хиллов, по сути, является обособленный, близкий каждому из нас страх. Страх отца, страх и фрустрация взрослого человека, и страх подростка. Все эти вещи делают погружение игрока в мир игры столь глубоким и вовлеченным. Ведь в конечном счете, все главные герои серии – обычные люди, со своими страхами, желаниями и надеждами. Вот за что Сайленд Хилл полюбился многим людям. По этой же причине, тот же Сайленд Хилл 2 является одной из лучших игр, когда-либо созданных, благодаря своей человечности. Наследие Сайленд Хилла и его культурное влияние не только на игровую индустрию в целом, но и на все вообще нельзя не отрицать. Тим Сайленд своим долгим упорным трудом, страстью и креативом умудрили создать по-настоящему знаменательный культурный феномен, на который будут равняться и будут черпать вдохновение множество людей по всему миру. И это ужасно больно и отвратительно видеть, какое ужасное неуважение и наплевательство проявило Konami к этой чудесной серии. На волне тех же ремейков Resident, Final Fantasy, Devil May Cry и прочих, очень обидно, что эта игра, возможно, уже никогда не получит заслуженного ремейка или переиздания на тот же ПК или новое поколение консолей. Поскольку ознакомиться с первой игрой по факту сейчас можно лишь посредством той же PlayStation или эмулятора на ПК, что на самом деле очень огорчает, что за все эти годы не появилась даже порта на ПК. И учитывая омерзительное наплевательство и неуважение Konami к своей собственной интеллектуальной собственности, то все это, похоже, так и останется лишь фанатскими грезами. О том, чтоб серия после стольких лет подвешенного состояния после четвертой части наконец-то получила второе дыхание. Надежда на удивление появилась с выходом взорвавшей интернет-демо-версии с простой аббревиатурой Playable Teaser, то бишь PT, которая по факту оказалась демо-версией предстоявшего воскрешения серии во главе с самим Хидео Кодзимой и Гильермо Дель Торо под названием Silent Hills. Одна простая коридорная демо-версия игры умудрилась всколыхнуть не только тысячи игроков и разработчиков, но и встряхнуть сам жанр, как и много лет назад сделал сам оригинальный Silent Hill. Но по итогу, весь инцидент с отменой предстоявшей потенциальной игры от Кодзимы с Дель Торо Silent Hills и скандальное увольнение Кодзимы с Канами окончательно убили оставшиеся нотки веры в то, что серия вновь встанет на ноги и по-настоящему вернется. Все это только больше заставляет не только усомниться в наличии у Канами мозга и вменяемости, но и адекватности вообще. А ведь по факту когда-то Канами были действительно титаном игровой индустрии, с той же Кослванией, Металгиром, Сайлент Хиллом и прочим. Смотря же на них теперь, в мысли не приходит ничего кроме как разочарование и отвращение, но больше всего жалости к самим разработчикам. Но возможно еще не все потеряно, возможно кто-то когда-нибудь выкупит у Канами права на все эти чудесные серии игр и мы вновь увидим их в блой красе. Нам же обычным игрокам остается лишь ждать и надеяться, но главное помнить то какой была эта чудесная и прекрасная серия игр, а не то во что ее превратили Канами. И на этой ноте я пожалуй закончу. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайк если вам понравилось видео, напишите в комментах какой из Сайлент Хиллов вам больше всего полюбился и за что именно. Буду рад вашей подписке на канал. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok